всех приветствую рада вас видеть у себя на канале сегодня вам предлагаю связать вот такие пинетки носочки спицами на возраст примерно 6-9 месяцев размер моего манекена 11 сантиметров вязать мы будем на двух спицах ничего сшивать не придется начнем вязать задние части носочка затем подошва и передняя часть спицы я буду использовать два с половиной миллиметра пряжу мне китайская молочный хлопок вот так выглядит этикетка тут примерно 150 метров на 50 грамм как всегда я буду набирать эластичным способом а вы как всегда набирайте тем способом который удобен вам набирать я буду на 2 спицы 26 петель захват как при обычном вязание делаю первую петельку спицы виду под петлю на большом пальце в петлю на большом пальце большой палец вниз захватываю ниточку с указательного пальца и вывожу через петлю на большом пальце затягиваю я вот так большим пальцем еще раз под петлю в петлю большой палец вниз захватываю нить с указательного пальца и вывожу через петлю на большом пальце затягиваю большим пальцем и так я буду набирать 26 петель 25 26 освобождаем одну спицу и вот только сейчас я подумала эти носочки я вязала недели две назад вот на сегодняшний день мне вот этот мне нравится как сказать в валик да мне не нравится тут я провязывала 4 ряда лицевой гладью сейчас я провяжу 4 ряда платочной вязкой вы выбираете либо вяжите лицевой гладью первые четыре ряда либо как я 4 ряда платочной вязкой первую петлю снимаем не провязывая остальные петли вяжем лицевыми последнюю петлю в конце ряда в конце каждого ряда провязываем изнаночной петлей изнаночный ряд тоже самое первую снимаем не провязывая остальные петли вяжем лицевыми последнюю петлю в конце каждого ряда изнаночной петлей и так нужно провязать всего 4 ряда либо лицевой гладью либо платочной вязкой первые четыре ряда провязаны у нас теперь по 2 кромочные с каждой стороны дальше следующие 10 рядов мы будем вязать резинкой 2 на 2 но начнем мы ряд так кромочную снимаем не провязывая далее 1 лицевая а теперь уже будем вязать резинкой 2 на 2 2 изнаночные 2 лицевые и так чередуем до конца ряда и заканчиваем ряд 2 изнаночные 1 лицевая и кромочная в конце ряда изнаночной петлей изнаночный ряд вяжем по рисунку кромочную снимаем далее какая петля перед нами такую и провязываем 1 изнаночная далее чередуем 2 лицевые 2 изнаночные и так нам нужно провязать всего 10 рядов резинки 2 на 2 давайте провяжем их самостоятельно 10 рядов резинки 2 на 2 провязана у нас теперь по 7 кромочных с каждой стороны далее мы снова вяжем 4 ряда платочной вязки первую петлю снимаем не провязывая остальные петли вяжем лицевыми кромочную в конце ряда вяжем как всегда изнаночной петлей изнаночный ряд тоже провязываем лицевыми петлями и так нужно провязать всего 4 ряда провязали 4 ряда платочной вязки теперь будем вывязывать отверстие для шнурка вяжем так кромочную снимаем не провязывая далее 1 лицевая петля а дальше будем вязать такую комбинацию убавление накид и так 5 раз убавление накид 2 убавление накид 3 убавление накид 4 и убавление накид 5 дальше 2 центральные лицевые петли и теперь повторяем ту же комбинацию но зеркально то есть сначала делаем накид затем убавление 1 1 накид убавление 2 1 накид убавление 3 накид убавление 4 и последний раз накид убавление 5 и довязываем 1 лицевая и кромочная в конце ряда изнаночной петлей изнаночный ряд вяжем все петли изнаночными кромочную снимаем не провязывая а далее вяжем изнаночными накиды провязываем не скрещенными точно также просто изнаночной петлей и так до конца ряда кромочная изнаночной петлей все отверстие для шнурка мы вывязали теперь снова будем вязать 4 ряда платочной вязки кромочную снимаем остальные петли вяжем лицевыми с изнаночной стороны тоже все петли вяжем лицевыми кромочную в конце каждого ряда как всегда изнаночной петлей еще 4 ряда платочной вязки провязана сейчас я отметила маркерами для своего удобства последние кромочные манжета по 12 кромочных с каждой стороны то есть всего на данный момент мы провязали 24 ряда дальше мы будем вязать пятку после того как мы свяжем пятку мы еще будем вязать 4 ряда с убавлениями то есть мы убавим 4 петли поэтому я сейчас две петли с одной стороны это я отмечаю для вас чтобы вам было понятно и две петли с другой стороны все эти петли мы к пятке не относим то есть у нас сейчас осталось внутри маркеров осталось 22 петли вот эти 22 петли нужно разделить на три примерно равные части я поделю так 77 и посерединке будет 8 петель вязать мы будем пяточку укороченными рядами кромочную снимаем не провязывая далее вяжем все петли лицевыми до последней петли перед маркером вот осталась одна петля перед маркером эту петлю так как мы вяжем укороченными рядами мы не можем сейчас просто развернуться тогда будет большое отверстие нам этого не нужно поэтому сейчас мы вот эту последнюю петельку сделаем двойной не до конца провязываем вот так петлю лицевой на ряд ниже и получившуюся петельку одеваем на левую спицу разворачиваемся мы будем вязать лицевой глади то есть лицевые петли с лицевой стороны изнаночные петли с изнаночной стороны изнаночный ряд то же самое все вяжем изнаночными петлями до последней петли перед маркером довязали до последней петельки перед маркером и эту петлю с этой стороны тоже нужно сделать поворотной провязываем как обычную изнаночную петлю но на ряд ниже не довязали получившуюся петлю одеваем на левую спицу разворачиваемся и так мы будем вязать лицевой гладью не довязывая в каждом ряду по одной петле вот наша двойная петелька перед ней последняя петля вот ее провязываем поворотной провязываем лицевой петлей на ряд ниже разворачиваемся и продолжаем вязать все то же самое до последней петли вяжем изнаночными до последней петли перед поворотной вот поворотная двойная петелька последнюю петлю перед ней делаем тоже поворотной и так продолжаем вязать вяжем в каждом ряду на одну петлю меньше до тех пор пока у нас не будет с каждой стороны вот здесь 7 двойных петелек здесь 7 двойных и нетронутых центральных 8 петель довязали вот у меня теперь по 7 двойных с каждой стороны 2 4 6 7 8 нетронутых центральных петель и 7 двойных с этой стороны теперь провязываем полностью ряд до конца 8 центральных петель двойные провязываем как обычную лицевую петлю только подхватываем вот так обе стеночки и кромочная в конце ряда изнаночной петлей изнаночный ряд тоже провязываем полностью кромочную снимаем остальные петли вяжем изнаночными двойные петельки с изнаночной стороны тоже провязываем как обычную изнаночную петлю только подхватываем обе стеночки и кромочная в конце ряда изнаночной петлей и так мы провязали первую часть пяточки вторую часть пятки мы будем вязать точно так же но наоборот сейчас нам нужно довязать до центральных восьми петель кромочную снимаем далее лицевая после маркера 7 петель вот мы довязали до центральных восьми петель провязываем 8 петель лицевыми 8 а следующую петельку будем делать поворотной разворачиваем ся на изнаночный ряд снова провязываем 8 петель изнаночными а следующую петельку делаем поворотной провязываем изнаночной петлей на ряд ниже получившуюся петлю возвращаем на левую спицу и так если в первой части мы провязывали на одну петлю меньше то во второй части пятки мы будем провязывать в каждом ряду на одну петлю больше провязываем двойную петлю а следующую петлю делаем поворотной изнаночный ряд провязываем уже 9 изнаночных петель плюс двойная петелька а следующую делаем поворотной провязываем на ряд ниже и так продолжаем вязать увеличивая петли в каждом ряду на одну петлю то есть провязываем двойную следующая поворотная и так с лицевой и с изнаночной стороны и вяжем до маркеров то есть до вот этих двух последних петель по краям довязали до маркеров вот у меня перед маркером двойная петелька и с этой стороны тоже и по краям две нетронутые петли сейчас вяжем полных два ряда провязываю двойную довязываю до конца ряд 1 лицевая и кромочная изнаночной петлей изнаночный ряд вяжем все то же самое кромочную снимаем все остальные петли вяжем изнаночными эти маркеры уже можно убрать двойная петелька провязываем обычные изнаночные за обе стенки маркер тоже уберу одна изнаночная после маркера и кромочной изнаночной петлей все пяточку пяточка полностью готова посмотрите как аккуратно выглядит далее мы будем с вами вязать длину подошвы как я говорила сразу после пятки нам нужно будет провязать 4 ряда с убавлениями этими убавлениями мы сделаем такой небольшой подъемчик клин подъема первую петлю снимаем не провязывая далее нам нужно провязать убавление с наклоном влево для этого я петли разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку и вяжем до последних трех петель лицевыми осталось 3 петли теперь провязываем убавление с наклоном вправо 2 вместе лицевой за переднюю стенку и кромочной изнаночной петлей изнаночный ряд вяжем как есть 24 петли кромочную снимаем остальные петли вяжем изнаночными третий ряд из 4 и сделаем еще по одному убавлению с каждой стороны кромочную снимаем далее убавление с наклоном влево петли разворачиваю 2 вместе лицевой за заднюю стенку вяжем до последних 3 петель лицевыми убавление с наклоном вправо 2 вместе лицевой за переднюю стенку кромочная изнаночной петлей изнаночный ряд вяжем как 2 кромочную снимаем остальные петли изнаночными все мы провязали ряды с убавлениями сейчас у нас на спицах 22 петли дальше мы будем вязать длину подошвы без убавлений без прибавлений 6 рядов лицевой кладью по 22 петли в каждом ряду довязали длину подошвы теперь будем вязать следующие 6 рядов убавления к маску вязать будем так первые 4 петли лицевыми кромочную снимаем не провязывая 1 2 3 и 4 далее провязываем убавление убавления с наклоном влево петли разворачиваю провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку далее 10 лицевых петель убавление с наклоном вправо 2 вместе лицевой за переднюю стенку осталось 4 петли довязываем их лицевыми кроме кромочные и провязываем изнаночной петлей изнаночный ряд на спицах уже 20 петель кромочную снимаем остальные петли вяжем изнаночными третий ряд из 6 кромочную снимаем 1 2 3 и 4 далее убавление с наклоном влево 2 вместе лицевой за заднюю стенку 8 лицевых петель убавление с наклоном вправо 2 вместе лицевой за переднюю стенку и довязываем оставшиеся 4 петли изнаночный ряд вяжем как 2 изнаночными петлями 5 ряд из 6 то же самое кромочную снимаем 1 2 3 4 убавление с наклоном влево 6 лицевых петель убавление с наклоном вправо и довязываем оставшиеся 4 петли 6 изнаночный ряд вяжем как 2 и 4 все петли изнаночными провязали ряды с убавлениями дальше мы с вами будем вязать мы сок провязываем вот эти первые 4 петли кромочную снимаем не провязывая далее 7 петель лицевыми а восьмую и девятую провязываем вместе лицевой петлей и провязывать будем вот так петли разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку вот так разворачиваемся на изнаночный ряд кромочную снимаем ее тоже считаем 12 нам тоже нужно провязать 7 петель 4 5 6 и 7 а восьмую и девятую провязываем вместе обычной изнаночной петлей разворачиваемся давайте на мыске ряды буду вам озвучивать это уже третий ряд мыска кромочную снимаем далее вяжем тут будет понятно докуда нам вязать тоже вяжем 7 петель тут большое отверстие как раз их мы его вот это отверстие мы как раз и будем закрывать петли разворачиваю и провязывают и вместе лицевой за заднюю стенку 4 изнаночный ряд снова 7 петель а восьмую и девятую вместе изнаночной 5 ряд мыска кромочная все петли лицевыми восьмую и девятую вместе лицевой петлей за заднюю стенку разворачиваемся 6 изнаночный ряд все то же самое 8 и 9 вместе изнаночной петлей 7 ряд кромочная все петли лицевыми 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку и плюс еще добавим одну дополнительную петлю добавлять я буду вот так не за обе стеночки подхватываю а за внутреннюю полупетлю разворачиваемся на изнаночный ряд 8 изнаночный ряд все петли изнаночные две последние петли провязываю вместе изнаночной и плюс добавляю еще одну дополнительную петлю за внутреннюю полупетлю кромочной все мысок мы провязали дальше будем вязать переднюю часть носочка вот этим узором раппорт узора состоит из 6 рядов 1 ряд из 6 кромочную снимаем далее вяжем 2 изнаночные петли далее будем делать перекрещивание вот этих четырех петель первые две петли переснимаю не провязывая на правую спицу следующие две петли провязываю лицевыми возвращаю не провязанные на левую спицу а провязанные на правую и довязываю не провязанные петли лицевыми далее 2 изнаночные петли вот эту последнюю петельку переснимаю поднимаю внутреннюю полупетлю от кромочной и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку изнаночный ряд вяжем по рисунку кромочная далее 2 лицевые петли 4 изнаночные это наша коса 2 лицевые петли последнюю переснимаем поднимаю внутреннюю полупетлю от кромочной и провязываем 2 вместе изнаночной петлей 3 ряд из 6 кромочную снимаем 2 изнаночные 4 лицевые петли 2 изнаночные последнюю переснимаем поднимаем внутреннюю полупетлю из следующей кромочной и провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку 4 изнаночный ряд из 6 кромочная 2 лицевые 4 изнаночные 2 лицевые петли последнюю переснимаем на правую поднимаем внутреннюю полупетлю от кромочной и провязываем 2 вместе изнаночной петлей 5 ряд из 6 кромочная 2 изнаночные 4 лицевые петли 2 изнаночные 2 изнаночные последнюю переснимаем поднимаем полупетлю из кромочной провязываем 2 вместе лицевой петлей за заднюю стенку 6 заключительный ряд раппорта кромочная 2 лицевые петли 4 изнаночные 2 лицевые последнюю переснимаем поднимаем внутреннюю полупетлю от кромочной и провязываем их 2 вместе изнаночной петлей мы связали раппорт узора из 6 рядов теперь мы будем повторять вот эти 6 рядов до самого конца до вот точно вязки то есть пока не останется две вот эти последние кромочные с одной и с другой стороны вот я довязала у меня осталось по 2 кромочные с каждой стороны я успела сделать вот два ряда провязала последних с перекрещиванием далее вяжем платочной вязкой все петли лицевые в конце ряда точно также петлю переснимаю подхватываю внутреннюю полупетлю провязываю 2 вместе лицевой изнаночный ряд кромочная остальные петли до последней вяжу лицевыми последнюю с внутренней полупетлю от кромочной 2 вместе изнаночной лицевой ряд все петли вяжем лицевыми включая последнюю петлю провязываю лицевой тут из последней кромочной я уже провязываю за обе стеночки добавили еще одну петлю изнаночный и заключительный ряд закрываем петли закрываю я обычным способом кромочную снимаю следующую петлю провязываю лицевой и пропускаю полученную петлю через последнюю кромочную снова провязываю лицевой пропускаю через предыдущую петлю и так закрываю все петли последнюю тоже провязываю лицевой пропускаю через предыдущую петлю добавляю из последней кромочной подхватываю тоже обе стенки вот так и пропускаю через последнюю предыдущую петлю все носочек готов нить отрезаем все хвостики прячем на изнаночной стороне осталось связать шнурок шнурок я связала такой же как и всегда ссылочку на то как я вязала данный шнурок я оставлю в описании под этим видео крючком три с половиной миллиметра я набрала 125 петель это примерно 45 сантиметров но вот и все пинетки носочки готовы спасибо за просмотр ровных вам петелек всем добра